Может, немного смешно, но, друзья мои, она глупая, эта история, потому что она противоречит Божьему Слову. Друзья мои, если верить в эту историю, то необходимо отвернуть Евангелие полностью, и вообще всю Библию фактически. Друзья мои, потому что библейское учение о спасении, оно иное, совершенно иное. Православный автор, современный православный автор Сергей Худиев об этом очень убедительно и грамотно написал. Если достанете его книгу, не поленитесь, прочтите, называется «Об уверенности в спасении». Автор Сергей Худиев, православный автор, традиционный православный церкви. Он написал следующую мудрую мысль, что нам, православным сегодняшним христианам, нужно либо в это матарство и отвернуть Библию, либо принять Евангелие и отвернуть это учение. Друзья мои, потому что возмездие за грех смерть, и если бы, давайте представим себе, если бы, вот на самом деле были эти матарства, и нам надо бы откупаться, никто бы из нас не прошел бы. Мы позастревали бы там на первом, на втором, на третьем. Позастревали бы, и это было бы просто-напросто вечно. На самом деле все согрешили и лишены славы Божьей. Нет, конечно, есть натуры боли, может, порядочной, добродетельной, но все равно, по-любому, нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Но оправдание мы получаем даром через веру в Иисуса Христа. Оправдание получаем по благодати Бога Отца. Друзья мои, и написано, возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. И сегодня каждый грешник может смело взорвать на небеса и сказать, Бог, прости меня. Бог, прости меня. Я верю, что кровь святая была пролита за меня так же, как и за многих моих братьев и сестер. Она за меня была пролита, и меня омывает сейчас всякого греха. Друзья мои, все очень просто. Евангелие очень просто. И, друзья мои, вот это учение, мне было очень интересно. Я думал, что-то мне это напоминает, это учение. О чем-то оно мне говорит еще. И точно, вот такое же учение было в древнем Египте, оказывается, в книге мертвых. Оказывается, такое же учение было в древнем Вавилоне, еще раньше Египта, Шумере. Оказывается, когда ученые смогли прочесть эти таблички, письмена древних этих цивилизаций, они выяснили, что так же древние египтяне верили. Ну, была разница в количестве, назывались персонажи немного по-другому, конечно. И были некоторые такие условия, заклинания. Но принцип был тот же самый. Ставились весы, взвешивались добрые и злые дела. Так же необходимы были молитвы за душу. Так же жрецы занимались вымогательством, выступая в роли посредников. Вообще, самый, думаю, наверное, такой удачный бизнес. И максимум прибыль. Вообще, ну, наверное, даже вот те мудрецы, что продают сегодня участки по 600 на Луне, и то, наверное, они более совестливые граждане, чем религиозные вот эти вот просто бизнесмены. И вот священники, которые пытаются продавать то, что вообще нельзя не взвесить и вообще никак вообще даже понять. И, друзья мои, оказывается, в древних этих цивилизациях были такие учения, но в христианстве до 940 года не было ничего подобного вообще. Не знали христиане, даже не догадывались. И поминания в определенные дни, 40-го день, там, значит, там, годовщины, особой молитвы. Якобы те души, там, на мытарствах застрявшие, они как бы ждут этих моментов, как бы, друзья, что за ерунда? Что за ерунда? Неужели мы позволим вешать на нас эту религиозную лапшу и дальше? Неужели мы позволим водить за нос религиозным этим мошенникам нас? Друзья мои, давайте будем поумнее. Вот, и, конечно же, конечно же, это учение, я так предполагаю, скорее всего, это был религиозный плагиат. Скорее всего, в то время это было весьма популярно, просто-напросто. Тем более, что вот эти монахи, они знали наверняка и древние, может быть, даже и вот эти халдейские, эти наречия некие, египетские письмена. Они еще могли прочесть некоторые, монахи, по крайней мере, могли прочесть некоторые тексты. И, скорее всего, они занимались религиозным плагиатом. Они переписали на христианский уже манер, как бы, а-ля Византия X столетия, значит, это учение, придали ему христианские оттенки и выдали за откровение. Но если это не так, если это не плагиат, в таком случае картина еще более страшная. В таком случае монахи эти имели общение с теми же самыми бесами, что имели общение и жрецы древнего Египта, и древнего Шумера и Вавилона. Как говорится, цирк уехал, а батюшки остались. Вы знаете, значит, потому что на самом деле, друзья мои, поколения многие, они рождаются, умирают, но бесы они также контролируют души людские. И возлюбленные, это еще не все, оказывается, еще не все. Сегодня это учение, оно еще более развито. Сегодня мы вскрыли, ну, будем так говорить, весь этот труп религиозный, но еще не все оказывается. Оказывается, были учения и есть сегодня учения, но они у нас мало распространены. Они в основном распространены в католической церкви, которая, к сожалению, оступилась еще более глубоко, упала. Так вот, они приняли учение следующее, что якобы родилось учение о святых индульгенциях. Слышали, наверное, да? Индульгенции. Вы, наверное, слышали о массовых распродажах, о этих скидках праздничных и, значит, и в честь праздников, значит, и в честь, значит, там, юбилеев определенных, значит, о бессовестных продажах будущих грехов. Вы наверняка слышали об этом всем. Вот фильм «Лютер» есть, значит, где это все раскрывается тоже популярно, очень наглядно. И, но, но, оказывается, это учение об индульгенциях, оно прямо вытекает из этого откровения, монаха Григория. Оказывается, западноевропейские наши братья, они попали в еще большее обольщение. Знаете как? Они взяли это откровение и они его просто довели до логического конца. Ну, это абсурдно просто. Вот они подумали, вот если, допустим, вот один брат пошел по мытарствам, и у него полно добрых дел. Жизнь, значит, там, лоб расшибал, значит, в келье, значит, там, или, значит, или на столбе стоял. Вот, значит, и все, он вообще, значит, там, ну, не грешил фактически, значит, только изредка, может быть, там, как-то умудрялся как-то там. Вот, одним словом, он откупался от этих бесов, там, прям бросал бездач, прям. На, собака, значит, на, там. У него еще полмешка добрых дел. Зачем ему там добрые дела? Брат, тоже, может, монах там или кто-то еще. Он пошел, и там его обвесили, и там бедолаги недомолились там, и вот, и там застрял, и там застрял. И вот эти монахи придумали, и богословы западноевропейские. А нельзя ли бы взять добрые дела у первого брата и по-братски поделиться с тем вторым братом, ну, как бы в рай, на чужом горбу, как говорится, да, значит. Сказано, сделано. Придумали откровение о святых индульгенциях, назвали его. Вообще, кошмар. Вот, оказывается, оказывается, не просто продавались вот эти прокламации, не просто продавались эти проходные индульгенции эти. А вся проблема была в чем? Что это выдавалось так, что мы получаем прощение грехов за счет добрых дел каких-то умерших святых. За счет добрых дел умерших святых. В начале эти продажи были лишь для умерших. Ну, понятно, платили живые, конечно же, да? Доверчивые католические наши братья и сестры, которые просто приходили в костюм и говорили, допустим, следующую информацию батюшкам. Так и так. Снится там тот-то или такая-то мне. Знакомая моя или подруга. И она очень неважно выглядит. И батюшкам это так очень нравилось. Давай дальше, дальше. И она грешила при жизни. И батюшка представлял себе еще доход хороший. Давай дальше, дальше, дальше. И вот эта женщина или кто-то приходил доверчивый, они рассказывали все. А батюшка на счет рассчитал в это время. Они, может, и не замечали даже. А потом он говорил, вот так и так, за кассу, пожалуйста, оплатите вот такую сумму. И вы и вам выдадут сертификат с печатями, с подписями прямо из Ватикана, что душа эта, за которую вы так переживаете, которая вам плохо очень снится, она будет выкуплена из этих неприятностей за счет добрых дел, таких-то святых. Если человек не спешил раскошеливаться, если его как бы сомнения некие одолевали, батюшки тогда открывали книги прямо из Ватикана с картинками. И там говорилось, почему душа плохо выглядит. Потому что над ней издеваются такие-то бесы, ее рогатками тычут, ее там во фритюре жарят, там и так далее, что с ней только не делают. Вот вообще, одним словом, все эти ужасы очень действовали на нервы, и многие люди раскошелились. А были те, которые и даже после этого сомневались и не хотели. Тогда батюшка сообщал, куда надо. Компетентным товарищам, монахам, братьям, инквизиторам. И те занимались этим, убеждая его, при помощи палки или как еще угодно, что он не прав. И обычно доходило, кому не доходило, те на костер. Заканчивали свою жизнь на костре. То есть, одним словом, религиозная машина работала вовсю. И вначале продавали индульгенции для умерших. Но, опять-таки, это мало действовало. Тем более, что многие уже неохотно раскидывают эти вещи. Тогда монахи придумали другую махинацию. Кидалово называется, да, вот такое, будем так говорить, религиозное. Для всей Европы придумали такое кидалово. Это, наверное, больше, чем Павлов придумал для Советского Союза. Так вот, придумали следующую вещь, что так и так, нельзя ли бы, зачем ждать смерти? Нельзя ли бы при жизни получить прощение грехов и добрую совесть? Пожалуйста, ваши деньги, любая прихоть и чистая совесть в том числе. И вот, и когда человек приходил на исповедь, он говорил о своих грехах, священник убеждал его потом платить по счетам, деньгами платить и получать индульгенцию. Эти индульгенции считалось так, нужно положить в гроб потом к умершему. И они считались проходной ему в загробном царстве. И, друзья мои, верили ведь люди, верили. А кто не верил, конечно, тех отправляли на эшафот. Но, интересно, ведь находились люди, которые все равно сомневались. И, друзья мои, инквизиция работала, работала, не покладая рук. Тысячи и тысячи душ. Я вам расскажу одну историю еще одну, отвлекусь немного. Испания, король Хосе, ну, по-нашему Иосиф, он объявил по всем, он христианский государь. В присутствии кардиналов и епископов христианских, он объявил следующий закон, что каждый христианин в течение этого времени, как бы антитеррористическая такая программа, должен сдать Библию. И если он сдаст Библию, ему за это будет наказание очень легкое. Или же даже не будет наказания. Но если после определенного времени, праздника определенного, у него при обыске найдут Библию или любой текст из Библии, то его ждет смертная казнь через сожжение на костре. Сотни христиан принесли Библию и их в торжественном сожгли. Многим за это ничего не было. Некоторых наказали кнутом, некоторых просто-напросто рублем и так далее. А потом начались массовые обыски и облавы. Монахи и салаты рыскали по домам, доносы были. За доносы платили хорошо монахи наличными деньгами, поэтому доносов было очень много обычно. И вот, и потом находили те христиан, у которых находилась... Это христианская Испания. Это вам не Римская империя времен Нерона или Диоклетяна. Это христианская Испания, христианское правительство, где куда ни глянят, куда ни плюнят, везде христиане. И вот, и чем же Библия так не угодила? Я знаю, чем. Потому что познание истины, оно приносит свободу. И вот, друзья мои, нашлись эти люди, у которых нашлись Библии, их арестовали. Я не помню, сколько было первая партия сожженных там в Испании. Их жгли на протяжении 500 лет в Испании. Но первых сожгли, их было человек 15 всего, может быть, я могу ошибиться сейчас. Человек, и я помню сам эпизод, когда король Хосе, он собрал массу народа, сделав эту публичную казнь, просто шоу такое, таким религиозным. Над ними читали заклинания и проклятия в их адрес. Их считали отступниками и эритиками этих христиан, осмелившихся после приказа христианских епископов иметь у себя дома Библии. Или же трактаты из Библии, цитаты из Библии, переписанные. Этих христиан, их повели на костер живьем, чтобы их сжечь. И вот один из них, а у них были жены, дети, один из них, он кинулся в ноги к королю в присутствии толпы, в присутствии христианских этих епископов, кардиналов. И он прокричал буквально, что я отрекаюсь от Библии. Отрекаюсь от Евангелия, отрекаюсь от Библии. И он сказал, что король, дай мне жизнь ради моих детей и ради моей жены. И я, если даже дашь мне жизнь, он пообещал, тогда я накажу не только сам, я не буду трогать Библию вообще в жизни своей, но я накажу своим детям и внукам, и всем потомкам, чтобы они даже не притрагивались никогда к Библии, никогда. И вы знаете, что сказал король Хосе? Он сказал фразу, которую, конечно же, кардиналов.